Наша задача найти естественную область определения данного выражения. Или другими словами, мы должны найти те значения, переменные х, для которых имеет смысл данная дробь. Поскольку это дробь, и она содержит в знаменателе переменную, а мы помним о том, что в знаменателе дроби не может быть нуля, то есть деление на 0 невозможно, мы должны исключить те значения х, при которых знаменатель обращается в 0. Или другими словами, мы должны решить для начала квадратное уравнение или найти нули квадратного трехчлена, что и есть одно и то же. Воспользоваться можно теоремой Виета. 2х9, 18, 2 плюс 9, плюс 11, противоположный второй коэффициент. Поэтому корнями этого квадратного уравнения есть два числа. Это число 2 и число 9. Рассуждаем. Если х равен 2 или х равен 9, то тогда знаменатель этой дроби равен 0, а деление на 0 невозможно, значит, тогда данная дробь не имеет смысла. Поэтому в естественной области определения этой дроби есть х, любое число, кроме х, равного 2 и х, равного 9. Ответ. Х, любое число, кроме х, равного 2 или х, равного 9. Задание выполнили. Предлагаю найти естественную область определения данного дробно-рационального выражения. Обратим внимание на то, что и в числителе, и в знаменателе есть переменная. Но переменная в числителе на естественную область выражения не влияет. А вот переменная в знаменателе исключает равенство знаменателя нулю, потому что деление на 0 невозможно. Тогда мы должны найти нули квадратного трехчлена или же решить данное уравнение. Первым корнем есть число 2, вторым корнем есть число 3. Проверяем. Дважды 3 – 6, 2 плюс 3 – 5, противоположное число второму коэффициенту. Поэтому, если х равен 2 или 3, знаменатель этой дроби равен нулю, а значит, мы их должны исключить из всех чисел на числовой прямой. То есть, х может быть любым числом. Кроме числа 2 и числа 3. Мы должны эти числа отметить незаштрихованными точками, потому что мы их исключаем. Поэтому естественной областью данного дробного рационального выражения есть числовые промежутки. От минус бесконечности до 2, исключая. От 2 до 3, исключая крайние точки этого промежутка. И от 3 до плюс бесконечности. Задание выполнили. Можно приписать здесь еще и х принадлежит. Предлагаю найти естественную область определения вот такого выражения. Первым этапом есть анализ самого условия. Итак, в выражение входит корень квадратный, а значит, это выражение имеет ограничение. То есть, не всякий х можно подставить под корень. И рациональная дробь, которая содержит переменную в знаменателе, а значит, возможно, найдутся такие значения х, при которых знаменатель этой дроби обращается в 0. Чтобы найти естественную область всего выражения, мы должны учесть естественную область первого и второго выражения, входящие в эту разность. Для этого мы должны решить неравенство. Внимание! Подкоренное выражение может быть числом положительным или равным нуля. А вот алгебраическая дробь может существовать только при условии, если х квадрат плюс 5х плюс 12 не равен нулю. Эти условия должны выполняться одновременно, потому что не существует выражения, у которого, например, корень квадратный существует, а дробь в знаменателе имеет нуль. Или наоборот, алгебраическая дробь существует, а при некотором значении х вот этот корень квадратный не существует. В таком случае не существует и все выражение. Решив эту систему, мы найдем естественную область данной разности. Первое неравенство системы решается элементарно. Это х больше или равен минус 3. А вот второе – это уравнение квадратное. Мы его должны решить. Дискриминант 25 минус 3х4 – 12. 12 умножая на 12 – это 144. Мы получили дискриминант. Отрицательное число. Это что значит? Это значит, что данное уравнение не имеет корней. Пишем, в этом уравнении нет корней. Что это значит для нашего задания? Что данный квадратный трехчлен никогда не равен нулю. То есть ни при каком значении х знаменатель дроби не равен нулю. То есть решением вот этого условия системы есть х любое число. Тогда мы получили систему х принадлежит квадратная скобка числовому промежутку от минус 3 до плюс бесконечности. И второе условие системы – это числовой промежуток от минус до плюс бесконечности. Решением этой системы есть пересечение двух числовых промежутков. Чтобы было очевидно, я покажу их на числовой прямой. Х принадлежит от минус до плюс бесконечности. Это вся числовая прямая. Или все числа числовой прямой. А вот промежуток минус 3 – полная точка, нестрогое неравенство. От 3 до плюс бесконечности – это все, что правее числа минус 3. Тогда пересечением двух этих числовых промежутков есть х, принадлежащий числовому промежутку от минус 3, включая, до плюс бесконечности. Естественной областью определения данной разности есть все числа, включая минус 3 до плюс бесконечности. Задание выполнили.